На пороге 2022 год. Я поздравляю всех моих зрителей с Новым годом. Желаю всем вашим семьям, домочадцам здоровья на весь 2022 год. Сейчас это очень актуально в мире. Ну и вообще сбывание всех ваших мечт, желаний в 2022 году. И оставайтесь моими верными зрителями. Также хочу напомнить для всех, кто ежегодно заказывает календарь вокруг света армянского, что он уже вышел на 2022 год. Поэтому, если вы еще не заказали, они еще есть, то можете заполнить анкету. Ссылочка, как это сделать, приводится под этим самым видео. Вот там маленький такой треугольничек под видео. Нажимаете туда, увидите ссылочку, заходите, листайте до конца. Там все написано абсолютно, как это сделать. Ну а если вы живете за пределами России, то можете написать на почту электронную. Почта электронная тоже указывается. И мы с вами обсудим, как вам выслать этот календарь. А тем, кто уже заказал, я прошу быть внимательнее. Некоторые из вас не знают даже, что такое трек-код, который мы вам высылаем после отправки календаря. И даже по трекингу не отслеживают. И календари порой приходят назад. Будьте внимательны. После отправки каждый из вас получает трекинг-номер, после которого вы можете отследить и получить на своем почтовом отделении связи, не дожидаясь квитанции. Ну, это что касается календаря. Теперь же по самой теме, которую мы сегодня обсудим. Тема очень насущная. Тема такая щепетильная. И я думаю, ее нужно раскрыть, чтобы и вы тоже были знакомы с ней. В этом году я уже делал выпуск, впрочем, на тему азербайджанской дипломатии, которая зиждется в основном на икорной. Но считаю необходимым пройтись по некоторым личностям, потому что это очень важно. Которые делают эту самую азербайджанскую дипломатию дипломатии. Имен достаточно много. Мы обсудим только некоторые из них. Потому что если обсудить всех персонажей, работающих на пропаганду, примерив костюм дипломата, то получится сериал. А такую роскошь я не могу себе позволить. Поэтому раскрою лишь некоторые факты с помощью моих личных расследований и помощников на местах. За что им большое спасибо. Итак, как вы понимаете, азербайджанская дипломатия априори не может быть неюкорной. По той простой причине, что независимость свою Азербайджан получил в 1991 году уже без Нагорно-Карабахской республики Арцах. И с этого же года Азербайджан стал обмениваться посольствами и ведомствами с теми странами, что признали независимость молодой постсоветской страны. Поэтому практически вся дипломатия Азербайджана уже была сконструирована не только на налаживании каких-либо экономических, политических и культурных отношений с внешним миром. Но и антиармянской пропагандой. Правда, в 90-х годах последняя составляющая не прикреплялась долларами, полагаясь не исключительно на статус и доверие азербайджанских послов. Да и подобной пропаганды, как таковой, в 90-х было не особо много. Она была поставлена на поток, платный поток, буквально с началом 2000-х годов, когда страну возглавил нынешний диктатор Ильхам Алиев. Вот с этого времени и принято называть отправной точкой азербайджанской икорной дипломатии. Учитывая, что Азербайджан, кроме как постсоветского пространства и в некотором смысле Ирана, не имеет своей исторической диаспоры, то основную ставку принято было делать на профессионалов и непрофессионалов. Последние, как правило, это уважаемые в отдельных странах лица, профессионалы же, проработавшие в советском МИДе, а эти люди сейчас уже в почтенном возрасте. Была и есть третья категория, приближенная к семье клана Алиев-Пашаев. Повторю, учитывая, что исторической диаспоры у Азербайджана нет, то среди так называемых «уважаемых» стал в 2006 году послом Азербайджана в России палат Бильбилоглы. По паспорту Муртузович и Мамедов настоящая фамилия, а птичья фамилия в нем в качестве псевдонима Бильбюль Соловей досталась уже от отца. Азербайджану нужен был посол, которого бы в России знали. Изначально предложение было сделано Муслиму Магомаеву, но тот отказался. Но подхватил предложение ненавистный муслиму человек Бильбилоглы. Магомаев не любил политизированного Бильбюля и считал его не столько артистом, сколько сыном артиста и прислужником власти мущек. Во всяком случае, Баку не прогадал. Бильбюлю в России доверяют люди советской закалки и видят в нем не столько посла, сколько старого любимого артиста. Чем и пользуется азербайджанская дипломатия. Но если прислушаться ко всему тому, чего несет Бильбюль, то можно услышать не только откровенную армянофобию, но и угрозы в адрес этнических русских в Азербайджане. Сейчас палладу Муртаза Оглы Мамедову 77 лет. Согласитесь, преклонный возраст для посла. Но Азербайджан пока не нашел достойного преемника для России. А Россия одна из тех стран, где нужен особо приближенный к семье клана Алиевых человек. И вот почему. Особое внимание Азербайджан уделяет численности армянской общины и той или иной страны, когда назначает своих послов. К примеру, отправить посла в Алжир достаточно, чтобы посланник имел подкованные дипломатические качества. Умение вести переговоры, прекрасные менеджерские качества, что включает и налаживание с бизнес-партнерами, политическим истеблишментом. Но там, где большая армянская диаспора, плюс корни этой диаспоры, необходимо и уметь покупать. Здесь же икорная дипломатия необходима и быть особо приближенным к правящему в Азербайджане клану. Ведь Азербайджан на эти вещи выделяет ежегодно, внимание, 3 миллиона долларов в каждую из этих знаковых посольств, знаковых для себя. Эти деньги предназначены исключительно для антиармянской деятельности. 3 миллиона долларов. Как сообщают мои источники, конечно же, не все эти деньги идут в расход. Что-то прикарманивается, но деньги все равно большие и достаточно, чтобы найти применение из оставшихся. Главное, не попасться на них, как это случилось с послом Азербайджана в Швейцарии, уже бывшим послом. На эти деньги покупаются подарки парламентариям, министрам, мэрам, губернаторам, прессе. Где-то подарки, где-то нау. В НАЛах особо нуждается, к примеру, пресса. С них требуется не просто антиармянский репортаж. Можно, например, снять что-то позитивное об Азербайджане и их любимом президенте. Что тоже хорошо. Ну вот, недавно, например, вы видели, как многие федеральные каналы в России массово поздравляли дорогого товарища Гейдара Алиева. Буквально все федеральные российские телеканалы так очень сердечно и хорошо высказывались о Гейдаре Алиеве. Вы что ж думаете, что это от любви к Гейдару Алиеву? Нет, конечно. Все это было, конечно же, куплено. Были выделены деньги и Первому каналу, и НТВ. Но НТВ тем более это сделает, учитывая, что Вайнштейн там продюсер. Один из значимых продюсеров НТВ, и он родом из Баку. Ну, также канал Россия, ну и так далее. У этих денег есть эпицентр, конечно же. У всех этих денег. До недавнего времени их распространяло по азербайджанским посольствам бывший посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Курбанова. Эдакий негласный дуаен среди послов-соотечественников по Европе. Но теперь она стала послом в Польше, и эпицентр перекинулся в Варшаву. Наргиз Курбанова является племянницей вице-президента Азербайджана и жены Алиева Мехребан Алиевой. Наргиз – дочь двоюродного брата Мехребан Алиевой. Исходя из моих источников, которые я, прежде чем озвучить, еще и перепроверил, родственники Алиева и Пашаевой, а также их друзья, семьи и детства, являются послами и генеральными консулами Венгрии, Ираке, Японии, Индонезии, Туркменистане, Аргентине и еще свыше десятка странах. Кстати, в Латинской Америке таким же негласным икорным дуаеном, как Наргиз в Польше уже является посол Азербайджана в Аргентине Решад Асланов, сын Фахреддина Асланова, близкого друга Гейдара Алиева. Латинская Америка для Азербайджана – регион сложный, как и Франция, Греция, Бельгия. Одной икрой тут не отделаться и не часто помогает, скорее не помогает, чем помогает. Потому что в этих странах достаточно сильна армянская община, представители которой сами являются мэрами, губернаторами, министрами и парламентариями. Но это еще не все. Как вы понимаете, во многих странах, где во главе угла авторитаризм, диктатура или вовсе охлократия, любые должности можно купить за большие деньги. И Азербайджан не исключение. Самая дорогая в дипломатической деятельности – это должность посла. Не карьерного, конечно же. По разным оценкам от миллиона долларов США. Видимо, в зависимости от страны пребывания. Так, несколько лет назад даже был скандал в прессе по поводу нынешнего посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой. Сдал маму ее сын, дурачок, который похвастал, что скоро они переедут в Киев, так как скоро мама станет послом в этой стране. Для этого уже потратили один миллион долларов. Эта тема просочилась в прессу, в том числе украинскую. Тем не менее, послиха на месте, а место куплено. Теперь, чтобы больше понравиться украинской публике и доказать многовековые Азербайджанно-украинские связи, исходящие от времен киевского князя Владимира, она ведет там не только антиармянскую, но и антироссийскую деятельность в связи с Донбассом и Крымом. Кстати, Ахундова, народный писатель Азербайджана, не имела опыта дипломатии и послом была назначена в 67 лет, то бишь год назад. Прославилась в своей стране такими литературными шедеврами, как Ходжалы, хроника геноцида, Ильхам Алиев, портрет президента на фоне перемен, а также книгой Гейдар Алиев, личность и эпоха. Так что Украине, стремящейся к Европе и демократии, есть с кого брать пример, чтобы не уходить далеко в дебри этой самой европейской демократии и заодно научиться писать шедевры о любимых президентах. До встречи в следующем эфире.